Девушки отдыхают Получали шишки, да набирались опыта, такого необходимого в любой сфере деятельности 14 лет – это как ни крути эпоха Эпоха тех самых первопроходцев, что заставили время работать на идею Заставили себя работать и отдавать той работе все силы без остатка Эпоха смены поколений, когда процессу становления пришло время трансформироваться в процесс развития И в деле появилась молодая кровь, энергия, сила неуемная, желание посвятить себя начатому старшими товарищами делу 1996, 2001, 2006 и 2010 Без малого три пятилетки команда единомышленников переживала относительные неудачи и ковала победы разного калибра Чтобы осенью 2010-го сказать друг другу «Мы смогли» И отметить великие ралли-кроссовые победы на российском и европейском фронтах Спортивно-технический клуб «Намус» в 2010-м явил миру двух чемпионов Расуль Миниханова – дивизион 1А – чемпионат России по ралли-кроссу И Тимура Тимирзянова – дивизион 1А – чемпионат Европы по ралли-кроссу Да здравствует «Намус» команда чемпионов Пожалуй, ничего значительного в жизни не происходит вдруг Любое серьезное предприятие требует идейного созревания и перспективного расчета К середине 90-х годов XX века в Татарстане наметилась устойчивая тенденция к возрождению автомобильного спорта Благоприятная экономическая обстановка в стране в целом дала возможность десяткам энтузиастов Воплотить свои мечты выступать в соревнованиях в реальность Классический автомобильный кросс стал той дисциплиной автоспорта, которая за пару лет своего развития начала собирать гонки с участием трех, четырех, пяти десятков пилотов Строительство и ввод в эксплуатацию близ Казани трассы «Высокая гора» придали процессу государственной значимости Не случайно некоторые пилоты стали задумываться о создании клубной системы подготовки к соревнованиям Было бы, наверное, удивительно, если бы Госавтоинспекция Республики осталась в стороне от происходящего Удивляться не пришлось, ибо в 1996 году в этой структуре Министерства внутренних дел нашлись свои энтузиасты, которые и положили начало делу продолжающемуся до сих пор Началось все с того, что в один прекрасный день ко мне в кабинет зашел Радик Вахитович Ромазанов с нашим известным гонщиком Сергеем Петрухиным И они предложили, что вот есть такой спорт, автомобильный кросс, и давайте сделаем клуб Надо сказать, ребята сработали оперативно Идеей заинтересовались руководители ведомства, и вскоре официально был организован спортивно-технический клуб Министерства внутренних дел Республики Татарстан И первый состав пилотов сформировался Асгат Сафаров, Радик Ромазанов, Сергей Петрухин, Андрей Сахаров В 1996 году образован клуб, попытки были отдельных спортсменов там показать какие-то результаты Но, к сожалению, особо не получилось ни у меня, ни у Андрея Сахарова Единственным у нас был Ромазанов Радик, который что-то завоевывал, какие-то результаты показывал Первый кубок президента Республики Татарстан на автодроме Высокая Гора стал для них первой гонкой под эгидой нового клуба Говорить о каких-то супер-достижениях тогда было рано, однако само участие в гонках уже было достижением Далее надо было работать с техникой, тренироваться, совершенствоваться В 1997 году в клубные лидеры выходят Радик Ромазанов В трех гонках сезона он финиширует в десятки лучших На этапе чемпионата России шестое место, на втором кубке президента республики восьмое И на этапе чемпионата Татарстана седьмая позиция К тому времени клуб покинул опытнейший пилот Сергей Петрухин Ромазанов взвалил на себя бремя ответственности лидера Вот где пригодились навыки, полученные в студенческие годы Во время учебы в институте все студенческие годы были посвящены автомобильному спорту И автомобильный спорт начался не просто, как говорится, с соревнований А именно с подноготной части этого спорта, с работой механиком у других спортсменов В 1998 году клуб приобрел новое название, которое теперь известно не только в России, но и в Европе Намус, в переводе с татарского «Честь» Пожалуй, лучшее название для клуба силового ведомства Символично, что и цветовая раскраска автомобилей Намуса стала «Динамовской» Несмотря на то, что с кузовов исчезли щит и меч, дух-то остался прежним И теперь уже соперники должны были считаться с пилотами Намуса в любом заезде, любой гонке Впрочем, случись одноклубникам ехать вместе в заезде, болельщики становились свидетелями остро конкурентной борьбы за результат В ноябре 1998 года в гонке, посвященной 75-летию Всероссийского общества «Динамо» Ярко проявили себя три пилота спортивно-технического клуба «Намус» Радик Рамазанов, Андрей Сахаров и Азгат Сафаров Год 1999-й стал первым по-настоящему содержательным для пилотов команды «Динамус» в ее пока непродолжительной истории Радик Рамазанов участвовал во всех этапах чемпионата России по кроссу в классе переднеприводных автомобилей В том же году случилось Рамазанову впервые подняться на подиум российского этапа На пяти гонках сезона Рамазанов финишировал в десятки лучших Это ли не показатель роста мастерства? Андрей Сахаров акцентировал свое участие в полноприводном зачете чемпионата России Многие соперники здесь ехали на мощных иностранных машинах Оттого и было непросто Сахарову соперничать с ними на клубной переднеприводной восьмерке Но дело-то дошло до того, что по результату последней гонки в Курске Пилот «Намуса» мог стать бронзовым призером чемпионата России Финишировал в той гонке Сахаров третьим И совсем немного не вытянул до сезонного подиума Мастер спорта России Это звание стало адекватной оценкой усилий пилота на протяжении четырех лет в автоспорте Двухтысячный год в истории спортивно-технического клуба «Намус» Несомненно стал годом ради Карамазанова В самом начале сезона пилот команды на традиционном кубке «Лады» в Тольятти Сумел забраться на подиум вместе с именитыми Алексеем Ивановым и Александром Забродиным И это был знак Нет, простым сезон не получился Больше того, после серебряного успеха в Нижнем Ламове последовал кошмарный этап в Тольятти Где Рамазанову случилось перевернуться на вираже Да так, что сразу несколько соперников налегли сзади Восстановить технику – одно дело Восстановиться психологически – другое Команда сдюжила Но и это была не последняя гримаса судьбы 2000 года На четвертом этапе в Дмитрове Рамазанов шел на победный результат, когда банальный случай лишил его победы Перебит провод генератора и стоп-гонка Но да здравствует новая гонка В Курске на заключительном этапе чемпионата России Рамазанов ехал с единственной целью – победить несмотря ни на что Ну, наверное, самая такая трудовая победа была, наверное, в Курске Это на последнем этапе, когда решалось, смогу я завоевать серебро или нет И вот эта курская гонка, она в памяти осталась Потому что там местный спортсмен претендовал на победу И один из претендентов был я И когда я его объехал, зрители начали как-то недовольство высказывать Кидать камни даже какие-то кидали в автомобиль Я, правда, понять не мог, что это такое Я с большим отрывом ехал впереди Потом уже на третьем круге понял, что просто у меня зрители от злости что-то начали кидать Но, тем не менее, гонку выиграл И тогда занял по итогам чемпионата России 2000 года серебро Особого уважения пилот спортивно-технического клуба «Наму» заслуживал за то, что был верен выбранному пути Самому непростому на тот момент в российском кроссе Он ехал в дивизионе 1, самым многочисленным по количеству участников в зачете Пару раз выезжал в полном приводе Ну, просто там надо было поддержать команду где-то как-то То есть, такие факты были Но так, чтобы рьяно соревноваться и в двух классах Такого у меня не было Я понял, что мне надо и мастера выполнить только в одном классе Который самый многочисленный был, конечно, тогда До 50, свыше 50 автомобилей собиралось Это очень серьезный класс был И тем приятнее то, что мастер спорта я выполнил именно в этом классе К пятилетнему юбилею клуба «Намусовцы» подошли с двумя мастерами спорта России в составе И планами на будущее Современные условия развития требовали усовершенствования материально-технической базы И, возможно, поиска перспективных молодых пилотов, способных продолжить начатое дело Не секрет, что и Рамазанов, и Сахаров занимались автоспортом свободное от наставной работы время Время которого все больше не хватало Были обстоятельства Все-таки, наверное, служба в госавтоинспекции Она какой-то отпечаток накладывала Я не мог в полном объеме разрываться между спортом и работой То есть работа, она все-таки первостепенное, наверное, значение занимала Спорт, он как бы все равно на уровне любительского был Вот, и я считаю, что вот именно поколение пришло Начало уже, так сказать, дышать в спину Поэтому я уже понял, что пора уходить Наверное, надо дорогу уступать молодым И правильно сделал, я считаю Молодежь действительно пришла в российский автоспорт в начале 21 века И в Татарстане в первую очередь Те, кто еще школьниками смотрели гонки со стороны Теперь уже сами усердно крутили рули спортивных автомобилей Заслуживая считаться действующими единицами автоспортивного процесса Появилась молодежь и в спортивно-техническом клубе «Намус» Но это уже другая история Таланты из ниоткуда не появляются И с неба не падают Для большинства пилотов первая фундаментальная ступень познания мира автоспорта – картинг Вот и новое поколение пилотов спортивно-технического клуба «Намус» Появились в команде с картинговым багажом в активе Вид спорта очень интересный Потому что начинается с ранних возраст Видимо, это меня, наверное, и подтолкнуло К тому, чтобы пойти в клуб, записаться, отучиться Пройти, сдать экзамены И после этого выехать на первые соревнования Казанская школа картинга – одна из сильнейших в Поволжье, как минимум С 1985 года официально именуется Малой Академией Картинга Пройти обучение там – все равно, что закончить среднюю школу Для тех, кому связать свою жизнь суждено с автомобилями, автоспортом У тебя есть человек, который тебе может подсказать, но не сделать за тебя То есть это именно что касается Малой Академии Картинга Никогда не было такого, чтобы ты пришел, попросил, тебе дали запчасти То есть этого не было Дают какой-то материал исходный, что-то иди сделай сам То есть это как весь программ «Очемелые ручки» То есть ты полностью свой картинг, кроме двигателя и основной рамы Все остальное собираешь сам, как ты захочешь Расуль Мениханов начал приобщаться к кузовному виду автоспорта с 2002 года Причем первый официальный старт в составе команды «Намус» принял зимой на трековых соревнованиях в Мензелинске Девятое место для дебютного выступления было отличным результатом А вот первый сухопутный успех пришел к Расулю весной 2004-го Второе место на этапе чемпионата России в дивизионе 2 2004 год стал первым в карьере Расулю Мениханова, включившим в себя аж 9 соревнований Не всегда все получалось, как хотел пилот Но он понимал, что надо и необходимо терпеть и работать Было действительно очень боязно Перед каждыми соревнованиями готовился Некоторые ночи, наверное, не спал И, конечно, тот факт, что не попадал в финал несколько лет Очень сильно угнетало это меня Тимур Тимирзянов в официальном списке кузовных пилотов спортивно-технического клуба «Намус» Впервые оказался в 2005 году Стартовать пришлось в Тольятти на той самой трассе, что в свое время считалось недоступной Для победы пилотов из других регионов страны Первый раз выехал на автокросс в Тольятти Никогда не сидев в машине, ни разу не тренировавши даже на территории Татарстана Я кроме того, как флагов, которые я выучил на картинге, больше, в принципе, ничего не знал То есть я сажусь в машину, для меня там приемлемый руль, коробка передач А как и что дальше делать, как вообще делать движения в автомобиле И понять просто физически, что мне надо сделать Это вот это меня как раз-таки не хватало Я ехал чисто на своих ощущениях Я, в принципе, особо такого удовлетворения не получил Потому что я проехал, наверное, две тренировки И, можно сказать, наверное, две серии отборочные И потом все уже, да И со стенкой немножко встречался Я там был первый контактный Зимой 2006-го и Тимирзянов, и Миниханов активно участвовали в чемпионате Татарстана по зимним трековым гонкам Популярность этого вида автоспорта в те годы была высочайшей И добиться успеха было чрезвычайно сложно Собирался около 32-33 машин Там для того, чтобы в финал попасть 16 машин Всегда где-то 17-й, 18-й Всегда запасной первый, второй, первый, второй Это, конечно А потом в один момент В десятке свое место нашел Тимуру Тимирзянову то и зимой удалось не только прочувствовать изнутри, что такое зимний трек Но и стрельнуть, что называется Мне действительно, как бы, первое соревнование на Кубок Салават Я даже не попал в таблицу 16 Но выиграл утешительный приз На второй гонке я уже поехал в десятки И вот уже с этого момента, когда получаешь какое-то удовольствие, результат И с этим приходит удовольствие Что у тебя что-то получается И ты действительно можешь и есть куда стремиться В том же 2006 году команда «Намус» расширила сферу своих автоспортивных интересов Кольцевые гонки в новой и набиравшей вроде бы обороты национальной гоночной серии «Лада» Первопроходцами в ней стали Тимирзянов и Миниханов Однако довольно быстро ощущение кольцевой перспективы сменилось разочарованием И на то были объективные причины Это, в принципе, было, я думаю, продвижение вообще республики В какие-то новые виды спорта, автоспорта То есть, тогда уже было запланировано строительство кольцевой трассы в Казани Но первый сезон мы были в кольце, они очень были довольны Именно тем, что мы приехали, как бы, и мы совсем не знаем никого Знают только спортсмены, которые в основном все были картингисты Пытались найти, как бы, взаимоотношения между машиной, пилотом и производителем И из того, что получалось, как бы, уже чисто на своем ощущении Потому что нет и ни тренера, ни кольцевика, кто может сказать Просто как получалось, так и ехали вообще Гораздо больше эмоций пилоты «Намуса» испытывали тогда в зимний период Когда большое кольцо меняли на ипподромный круг Как говорится, каждый старт там индивидуальный Эмоций очень много, действительно Можно и не выиграть гонку, действительно, эмоции получить То, что как здесь проехал, как там получилось Сезон 2007 года ознаменовался тем, что на смену классическому кроссу пришел ралли-кросс Трасса автоспортивного комплекса «Высокая гора» была реконструирована И пилоты начали осваивать нюансы ралли-кросса То, что мне, можно сказать, не нравилось в автокроссе Вот эти все ямы на поворотах, непрогнозированный автомобиль, заносы Это стиль именно вождения И именно ралли-кросс поменял все вот эти нюансы, которые мне когда-то не нравились В мою сторону, то есть я очень любил, как бы, наверное, с картами, то есть ровную поверхность Первый ралли-кроссовый Кубок Президента Республики Татарстан Стал дебютным и для пилотов спортивно-технического клуба «Намус» Расуль Мениханов в той гонке стал девятым, Тимур Тимирзянов – шестым Первое знакомство, как говорится, со временем переросло в крепкую дружбу Которое длится и по сей день Хоть больших успехов ралли-кроссу и пилотам спортивно-технического клуба «Намус» Добиться и не удавалось довольно продолжительный период времени В 2008-м лучшее ралли-кроссовое достижение команды Четвертое место Тимура Тимирзянова, опять же, на Кубке Президента Республики Татарстан Который, в том числе, шел в зачет пятого этапа чемпионата России по ралли-кроссу Тогда же, в 2008-м, задумал Тимирзянов лично проведать, что такое чемпионат Европы по ралли-кроссу Для этого пришлось арендовать машину и команду механиков за рубежом И сделано это было не напрасно Вывод был однозначный Ехать в Евро-чемпионате можно, но при условии должна быть конкурентоспособная техника и квалифицированный состав механика Немаловажным был и такой момент Партнер, предоставляющий технические услуги, должен был быть амбициозным в плане достижения спортивных результатов Такой союз был заключен с финской компанией Set Promotion И уже сезон 2009 года стал первым полным для Тимура Тимирзянова на трассах европейского ралли-кроссового чемпиона Чемпионата, который Тимирзянов начал по сути необстрелянным юнцом Но уже к середине сезона так обстрелялся, что места на подиумах этапов занимать стало привычным делом Второй во Франции, третий в Венгрии, второй в Австрии Шведская трасса Hollies считается одной из самых сложных и интересных в ралли-кроссовом реестре FIA Так вот, первая Евро-победа Тимирзянова случилась именно там, в Швеции Тогда, в июле 2009-го, как раз и появилась перспектива превратить пробный дебютный сезон в подиум Нет, на победу в дивизионе 1а Тимирзянов претендовать не мог Норвежец Мац Лисен доминировал в том сезоне по всем статьям Однако серебряный кубок воевать можно было Все решилось на заключительном этапе в Чехии На последнем этапе было самое обидное, что мне надо было приехать А больше четвертого места, мне надо было приехать с первого по третий Я приехал именно четвертым, а мой конкурент приехал первым И я стал бронзен Нас разделило одну очку в чемпионате Вот это было достаточно, действительно было обидно В том же 2009 году Расуль Миниханов воевал за титул чемпиона России в дивизионе 1а Соперником номер один для Расуля был еще один яркий представитель нового татарстанского автоспортивного поколения Ирик Минахметов Так уж сложилось, что после сигнала светофора друзья становятся соперниками Принципиальными соперниками, хотя родители наверняка каждому из них говорили осерегающие слова Улыб, говорят, аккуратно Принципиальность соперничества на трассе порой перешагивала границы и трансформировалась в бесшабашность, неконтролируемый кураж Надолго запомнится соперником один из заездов пятого этапа чемпионата России 2009 года Тогда Расуль остался на трассе, а Ирик Минахметов на время превратил свою восьмерку во внедорожник Если посмотреть вот снаружи, я уже боком поворот, а он вот как едет, так и едет Ну, о чем говорит там? Как бы то ни было, в 2009 дотянуться до чемпионства Расулю Миниханову не довелось Серебряный подиум, конечно, тоже хорошо, но сколько уже было серебра, бронзы, позиций в десятке Пилоту нужна была победа Так что на следующий российский сезон 2010 года была сделана основная ставка Аналогичная ставка командой «Намус» была сделанной на европейский ралли-кроссовый чемпионат 2010 года В котором Тимур Тимирзянов готовился ехать на новом «Рено Клио», подготовленном все той же финской командой с «Эд Промоушен» Дополнительными аргументами в пользу Тимура Тимирзянова теперь были опыт и знание предмета Основную часть этапов пилот знал не понаслышке, а с теми, что пока неизвестны, разбирались сообща Начало сезона, ободряющие, первое место на этапе в Португалии, второе место во Франции Где не обошлось, конечно, без войны с местными пилотами, но кто же их местных накажет Ну а затем пришло время относительных неудач Английский Лидденхилл заставил Тимирзянова совершить ошибку И только пятый финиш стал наживой татарстанца на трассе Туманного острова Нет, позиция лидера сезона не потеряна, но конкуренты совсем рядом Кстати, одним из главных конкурентов Тимирзянова в Евросезоне 2010 года был пилот команды Сувар из Казани Ильдар Рахматуллин Четвертый этап сезона в Венгерском Нироде впервые, очевидно, столкнул интересы друзей соперников По ходу гонки все шло к тому, что и Тимирзянов, и Рахматуллин будут стартовать с первого ряда главного финала этапа Спортивным комиссаром той гонки был Андрей Сахаров И он с удовлетворением оценивал выступления татарстанцев, с одним из которых Сахаров был, кстати, одноклубником Обстановка личная, у нас есть все шансы победить И надо же было такому случиться, что ни Тимирзянов, ни Рахматуллин не выполнили, казалось бы, считанной задачей Зато исполнили на двоих самый зрелищный краш сезона 2010 года Мы оба признаем то, что где-то я лично сделал, где-то он лично сделал То есть это, как сказать, это гоночный инцидент, это уже не изменишь Что было, то прошло, как бы, но это не то, что скрипило, да Но дало о себе знать, это помимо того, что да, мы показали на своей шкуре Бей своих, чтобы чужие боялись Сложно сказать наверняка, стали ли бояться соперники Но то, что лишний раз попадаться на пути двух к Рази Рашин, желание не возникало у европейцев, это точно Для Тимирзянова необходимо было бы быстрее забыть об аварийной Венгрии И реабилитироваться достойным результатом на следующем этапе чемпионата И это была Швеция Та самая, что впервые благодарила пилота за усердие победой в 2009 году Симпатии этой скандинавской красавицы трассы и Тимура Тимирзянова, похоже, крепкие И в 2010-м нам усовет снова лучший в Холлиесе в дивизионе 1А Это было самое яркое в моей карьере в гоночке, когда я действительно радовался Радовался от души, не мог себя успокоить, прыгал по крыше и пел песни Шведская победа не только укрепила Тимирзянова в статусе фаворита чемпионата в переднеприводном дивизионе Но и вернула психологическую уверенность в себе Стратегическая победа была одержана на седьмом этапе евросезона в бельгийском Маас-Мехелине Победа комплексная Техническое состояние машины у Тимирзянова было лучшим среди конкурентов Теперь дело было за самим пилотом, у которого не все получалось как надо на трассе автодрома Дюглсберг Финальный заезд в пилот Намуса пробился, но позиция стартовая ничего не гарантировала Я когда подъехал, я вижу картину, просто у меня в глазах бывает линия прочерчивается Я вижу, что я могу прочертить линию прямую к стартовому повороту И уже понимая, что мне надо ехать по внешней траектории И в этот момент я нажимаю на кнопку радио Там разрешена связь с механиком, который стоит в закрытом парке и наблюдает со стороны Я нажал кнопку и сказал, знаешь, у меня есть плохая мысль в голове, очень плохая идея Он говорит, какая? Я говорю, я попробую стартануть и поехать поворот по внешнему кругу Тут дают старт, я понимаю, что со старта я уезжаю очень хорошо Потому что я уже сравнял с первым метром, с первым рядом И потом просто я уже ехал и, честно, я ожидал, что сзади просто кто-то ударит Потому что я ехал, не мог закрыть ни внутреннюю траекторию, ничто не мог сделать Я просто ехал по своей траектории, как я хотел Я когда подъехал к первому повороту, который после затяжного был Я выезжаю из него первым, я не могу поверить Я еду, у меня глаза, я еду и радуюсь Я еще даже ничего не сделал, я даже не доехал до финиша флага У меня еще финиш и 6 кругов наобъехал Но я уже еду радуюсь, что у меня это получилось Я, видимо, на этом эмоциональном подъеме И проехал хорошо, вон, и тоже выиграл В 2010 году польский автодром Сломчин определил имя нового чемпиона Европы в дивизионе 1А Дело в том, что победа – это не только показатель мастерства пилота или заведомо превосходно отлаженной техники Победа складывается из десятков факторов, в числе которых и везение, и фарт, и удача Так вот, в 2010 году Тимур Тимирзянов был по всем позициям впереди всех То, что россиянин чемпион, стало известно еще до старта финального заезда польского этапа Однако машина чемпиона была заметна на старте, и пилот в смешанных чувствах готовился ехать Я сидел очень расслабленно, я не напрягался вообще ни почему Мне единственное было просто не попасть в какую-то передрягу Я стартанул и ехал настолько расслабленно, что иногда даже запускал ошибки Последний круг я вообще ехал и наблюдал в зеркало, думал, что там происходит сзади, где там конкуренты Я когда финишировал, я знал, что норвежец финишировал вторым или третьим Но я знал, что он на подиуме Я просто остановился, у меня там все, видишь, всплеск эмоций, радости Я там прыгал, лазил по машине После финиша чемпионского для Тимура Тимирзянова заезда Болельщики иностранцы устроили татарстанцу такую встречу Что под док едва ли не до утра слушал норвежские, шведские, финские песни Ну а сам чемпион теперь превратился в исполненного эмоций человека Просто человека У меня нет слов, ну что я скажу тебе, что я тебе скажу Это была первая большая победа команды «Намус» в 2010 году Иностранного производства Однако к тому времени не закончена была битва в национальном российском чемпионате Где за чемпионство продолжал борьбу Расуль Минихан На предпоследнем этапе в Казани выиграть не получилось Машина практически после каждого заезда пребывала в поддог с техническими неисправностями Больше того, острая конкурентная борьба с Виталием Дудиным в один из моментов финала была проведена не по правилам Тольятинец мастерски устроил «Намусовцу» разворот на дальнем от судейской вышке вираже И даже не моргнул Отправился к финишу, а потом и за наградой на подиум Уже после церемонии награждения Дудин был оповещен, что комиссары-то не спали в тот нехороший момент гонки И все видели Дисквалифицировать и в исполнении приговор привести немедля Правда, Расуль Миниханов так и не оказался на подиуме Кубка Президента 2010 года Однако четвертое место все же сохраняло шансы Расуля на сезонную победу хорошими Главное перед заключительным этапом в Воронеже было решить две проблемы Обеспечить высокую явку пилотов на этап и найти машину, которая выдержит напряжение гонки и не подведет В одиночку с этими проблемами не справиться Но не зря же 8 лет Расуль ехал на трассах России Есть друзья, которые подставят плечо в нужный момент, несмотря на происки соперников Не хочу сказать то, что автомобиль сделал все Есть такое понятие, что между рулем и сидением есть прокладка, которая делает тоже 70% дела Воронеж Самая, что ни на есть средняя полоса России пролегла между тольяттинцем Виталием Дудиным и казанцем Расулем Минихановым Кто окажется сильнее в Воронеже, тот и чемпион В сезоне 2010 года Расуль уже два раза выигрывал воронежские гонки И не дал осечки в третьей гонке, решающей гонке сезона А вот соперник, как оказалось, с эмоциями не справился Споткнулся по ходу гонки о сплоченный коллектив из Татарстана И об машину свежеиспеченного еврочемпиона Тимура Тиберзянова в частности Уезжая на старт, у меня ребята на правом крыле Я знаю, что я буду стоять с внутренней стороны от стартового поворота И на правом крыле мне пишут Дудин Рисует, как его словесно запугивали То, что все, Тимур едет, кошмар Рисует звездочку мне, как боевой вылет И мишень на крыле В принципе, дают старт, все нормально И складывается картинка так, что автомобиль едет прямо мне в дверь В этой ситуации мне ничего не пришлось сделать Как бы выхода не было Просто как еще взять немножко левее Закрыть ему внутренний вход, внутреннюю часть поворота Он там никак не приезжал по всем законам физики Он просто не мог оттуда выехать Не ударив меня, не оттолкнувшись от меня поехать в поворот И сложились обстоятельства Да, действительно, правое крыло было мятое Именно в мишени Но это удар был в заднее крыло То есть в этой ситуации Идите, ходите, оправдывайте, пишите протесты Когда он съел скорую помощь, он долго кричал, что это я Как ненормальный там Кричал, что это 42 номер, Тимурезянов меня убрал Ну, это все как бы утихомирилось Мы потом с ним пообщались Уже после награждения Объяснили картину все Восемь сезонов в большом российском автоспорте Наконец-то получили золотой отблеск Расуль Миниханов и команда Намус Лучшие в России в дивизионе 1А Команда Намус и Тимур Тимирзянов в том же дивизионе Обыграли Европу На сегодняшний день наш клуб Лучший в Европе Лучший в России Лучший в Татарстане Так как в этом году именно мы завоевали все возможные титулы Тазарстана И врали к России Ну, мы именно в это и верили Потому что, ну, мы с Андреем Николаевичем Сахаровым, да Вместе этот клуб открывали Вместе начинали все это движение И когда вот наши сменщики или как молодое поколение пришло Ну, я вот, например, с радостью понял, что перспектива есть хорошая То есть можно уже спокойно идти на пенсию, так сказать, да И спокойно радоваться тем победам, которые они нам будут приносить Ну, вот Расуль Молодец, красавец Чемпион, нынешний чемпион России Ну, про Тимура Тимирзянову, как уже было сказано Остается только высказать слова восхищения этому парню Который не так, так скажем Не почти что в зрелом возрасте пришел на карте Пришел в наш клуб и с каждым годом выращивал свое спортивное мастерство Одним словом, он сделал наш стариков, да И, по крайней мере, это первый спортсмен-пилот клуба «Намус», который достиг столь выдающих результатов Это первый спортсмен-татарстанец, российский, который в этом классе в ралли-кроссе выиграл золото Европы Страна гордится своими героями Самое особое, Министерство внутренних дел, Госавтоинспекция и физкультурно-спортивное общество Гордиться героями самое время Ведь совсем скоро надо будет работать Готовиться к новому сезону, который будет еще труднее Ведь на борьбу с чемпионами соперники готовятся с дополнительной мотивацией План на следующий год остаться в России Утвердить свой титул Показать соперникам То, что татары есть На сегодняшний день есть планы на будущий год Ехать в полном приводе Ехать с очень диким гонщиком Кеннетом Хансоном Если все сложится, это будет для меня просто огромным шагом вперед Так как у меня будет и очень хороший тренер И очень хорошая команда Боюсь загадывать, что как и будет Но на следующий год поеду в полном приводе Побольше сезонов Разных, но победных На просторах России и в далеком зарубежье Ибо история спортивно-технического клуба «Намус» продолжается А пятнадцатый – юбилейный год Чем не повод вписать в историю новую героическую страницу «Намус» – честная сила в движении «Виват» – чемпионы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok